об этом нам расскажет сегодня арбат что же они ответили о чем думают жители арбата нет таких матерных тоже нет ну да да вообще-то эта картина значительно ближе к реальности конечно все с психикой в порядке муха ромензона не знаю червяк там какой-нибудь даниэля я не знаю да там респект люди всем привет я алина и этом от культ-шоу где две команды должны ответить на два вопроса но задача осложнена тем что ответы на эти вопросы подготовили прохожие нашего города кто такая улитка паскаля и какая книга стоит на полке у математика об этом нам расскажет сегодня арбат извините можно вопрос пожалуйста быстрый вопрос не могу сказать не знаю даже голову ломать не буду высказать что это такое даже не знаю да все что угодно и над этим что же они ответили о чем думают жители арбата над этим будут рассуждать две команды команда математиков алексей тимофей привет друзья вас культ привет всем меня зовут алексей саватеев я популяризатор математики вот этот канал мы с друзьями ведем езжу по всей стране читаю лекции и для маленьких и для взрослых и сложные ну не самые сложные самую сложную математику я сам не знаю но там с некоторых уровней вниз уже до самого-самого начинающего вот так вот оставайтесь с нами всем от культ привет еще раз всем привет меня зовут тимофей я единственный не блогер студии сегодня я закончил 179 школу учусь на мехмате и просто пришел к алексею потому что тут здорово и команда книжных блогеров григорий и книжный блогер вперед и александр всем привет меня зовут гриша мастридер я веду youtube канал книжный чел подписывайтесь скоро алексей саватеев придет ко мне в гости я думаю что мы очень интересно поговорим рассказываю там про литературу про тренды развития общества у нас есть подкасты у нас есть самые разные ролики рекомендую лучшие книги check it out математика респект привет меня зовут шурик у меня есть канал на ютубе анкл шурик очень интересный занимательный там много обзоров хороших книг и плохих тоже пройдите подпишитесь и будет у вас все хорошо в жизни буду рад сегодня участвовать в этой игре показать преимущества литературной мысли надо математической правила игры будут следующие нам даны пять вариантов ответа мы задали вопрос прохожим на арбате что они думают по каждому вопросу итак первый вопрос будет что такое улитка паскаля что такое улитка паскаля что такое улитка паскаля как ты ее себе представляешь как вы думаете что такое улитка паскаля у нас даны варианты и каждой команде необходимо угадать популярный ответ на этот вопрос давайте начнет у нас в 15 самый популярный 15 до 20 10 это получается ты знаешь что такое улитка паскаля это топ-5 то есть вам нужно угадать самый популярный мало баллов наоборот самый популярный мало это пятерка потому что его легче угадать а вот непопулярный будет сложнее но опять это топ-5 из всех вопросов кто первый давайте математики начнут что такое улитка паскаля производными да вот и ничего не знаешь и тебе говорят что это улитка паскаля не знаю вот скажем ты идешь тебе говорят что такое муха какого-нибудь робинзона вот скажи что такое муха робинзона математики нет никакой мухи робинзона ну вот вот чтобы ты сказал давай так рассуждать но у меня два варианта на самом деле первое давайте я выскажу его что это его карманная муха вот был знаменитый рубинзон у него был с нами этой пятница да и у него была была знаменитая муха-мухо everything я забыл что-было Soc no crime а замечательно эту прессм робинзонof друзья вас время ограничено на рассуждение так что давайте-ка побыстрее наверное он был знаменитый паскаль у него была любимая улитка которую он у себя хранил в аквариуме котора AWS это достойно паскаля был такой pascalanco я думаю у него была улитка она вошла в историю до это одно слово или это объяснение одно слово но могут быть какие-то альтернативные варианты это любимая улитка ну блеза паскаля просто который что люди знают что паскаля звали блеск давайте ваш ответ какое слово можно предложить как это улитка открытый а улитка открытая паскаля все равно так или иначе слово улитка наверное это улитка да то есть животное но улитка это улитка то есть один из ответов наверно будет улитка все из-за него нам дадут пять баллов я саму дарной правильно да будем либо брать сам популярный не будем пытаться вы у вас будет несколько попыток поэтому понять какой-нибудь супер ну давай возьмем улитку я была да и рассказали это которая жила у него дома я принимаю этот ответ как я и думал получить из-под ног почву выдачу животные лиги да да это сказал что можно типа булочка любим просто ассоциация какая-то улитка улитка паскаля как ты думаешь правильно хорошо с чем ассоциируется с улиткой с улиткой или меню в ресторане хорошо но это какой-то морепродукт море морское животное ага друзья ход переходит второй команде давайте книжные блогеры судя по фамилии да блин у меня больше нет вариантов кроме того что паскаль это язык программирования может быть айтишников сейчас много и они скажут что это чё-то там чё-то чё-то из программирования уж наверняка есть вариант что это улитка что паскаль открыл улитку или болезнь какую-то труд в честь тебя приятно потом да 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 а так улитка нормально ну это был вариант животное уже было да нет это его животное смысле его животное а в честь него названо ну да но это ты думаешь это отдельный вариант конечно а улитка вообще-то животное это же все животное что живое существует все что не мертвое с точки зрения биологии конечно что это членистоногая какой-нибудь да да люди до рыбать они прям таки типа да это животное извините если сейчас полную чушь сказал давай открыто паскаль открыл вид улиток любимый у себя где-нибудь давай давай тогда есть такой вариант какой именно что это улитка который открыл ас паскаль и в честь него она на зона к сожалению нет такого варианта а вы что думаете честно говоря мне нет никакой ассоциации с улиткой правда нет нет а с чем ассоциируется просто название ни с чем я тоже не могу сказать ход переходит команде математика я думал пока вы сказали что я не обременен интегралами производными прочими прелестями и вот иду я по арбату справа ломбард слева магазин драгоценностей и вот если я такой прекрасный человек и весь нарядный я конечно знаю про яйца фаберже вот есть яйца фаберже а есть просто драгоценность фаберже это такие драгоценности не яйца вот как он брутального смысле слова к сожалению нет может я что-то путаю насколько я знаю есть драгоценность которая так называлась яйца фаберже так и называется что яйца фаберже яйца фаберже да да и ты знала вы тоже знали от тебя что-то скрывало это драгоценности когда драгоценность она выставлена в музее и много денег стоит это паскаля да вот был такой ювелир паскаля возможно который сделал свою улитку и утервировал гениально работает вот этот самый ну да и факт что он работает так в арбатских жителей я согласен принять версию тимофея как этот вариант подытожить что рассказал историю большую драгоценность ну такой предмет антиквара какой-нибудь ну что то что вот у паскаля там так или иначе связано с паскалью не знаю как там фаберже со своими яйцами почему драгоценными его яйца но соответственно вот в данном случае наверно как но это неверный ответ я прошу прощения не готов честно говори что такое улитка паскаля поэтому переходим к следующей команде давайте попробуем спрограммирование может быть это название коктейля какого-то знаешь секс на пляже а улитка паскаля звучит неплохо размешать вот это вот не подожди у нас больше времени круто не ну а вдруг он есть сейчас мы другой ответ выберем и они нашли а все варианты которые когда сказали идите у нас нет времени отстаньте это тоже есть варианты нет нет таких вариантов и матерных тоже нет тогда давай коктейль мне кажется от нормального с этого нет но давай но прикольная версия коктейль но я думаю после этого шоу такой коктейль обязательно появится но сейчас нет что такое улитка паскаля по вашему мнению улитка паскаля ответит ответит мой лучший друг михаил как михаил что вы думаете я не знаю боли ну а что математики ну хорошо посмотри все-таки арбат независимый за углом какая вероятность что некоторое количество народу прошло именно математике и дали ответ что это кривая то есть истину на самом деле я бы весом предположить что и сразу мы тогда возьмем куш потому что этот ответ может быть только последним популярности ну потому что математиков не очень много даже на арбате но все-таки если как бы если так если встретился один два три математика то они естественно скажут что это кривая до кривая ну блине да то есть математический объект я не знаю примут ли у нас такой обобщенный ответ как математический объект или потребует его детализировать но если бы у нас приняли ответ что это математический объект то я бы попробовал его дать вот соответственно можно предположить что это математический объект это хороший вариант был ответ кривая но шестым пунктом он не вошел в пятерку мы с тобой книжные блогеры ну теоретически подожди подожди теоретически кто-то может улитка паскаля звучит как название какого-нибудь второсортного бульварного романа в принципе название книги или фильма не знаю ну фильм наверно в меньшинстве название книги как тебе такая версия ну что два каких-то слова там гарри поттер и улитка паскаля название художественное произведение круто я в детстве написал книги четвертую главу она называлась карлсон и унитаз я в детстве написал книгу продолжение трех вот этих астрид лингрен написал карлсон и унитаз я в детстве написал продолжение гарри поттера в третьем классе гарри поттер и кузнечик и кузнечик а у нас есть математический кузнечик наибольшего общего делителя математический кузнечик это термин улитка паскаля это нарвать быстро вот быстро да ты проходишь ну вот давай книга давай книга название книги книга к сожалению нет нет опять нет это больше нет прям улитка паскаля улитка паскаля звучали правильные похожи за битвы но это не да всего уже было еда была вот что-то еда как французская еда как давайте попробуем развить мысль про математический термин где еще может паскаль встречаться лисихвост конечно но его тоже наверно знают не очень многие улитка паскаля треугольник паскаля паскаль конечно а так может это число смотрим я даже паскаль это то в чем измеряется физики он измеряется давление да если я не ошибаюсь физику конечно сейчас меня убьет но меня тоже паскаль измеряется по моему давления значит соответственно улитка паскаля это видимо ну как бы ситуация очень высокого давления но это какая-то вот это какой-то физический эксперимент я бы такой ответ дал что улитка паскаля физический эксперимент котором давление например столь велико что улитка уже лопается а может быть не усложнять я бы просто оставил вот опять если примут физический эксперимент физический эксперимент хорошо это что-то из физики это 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 какое-то явление физики хорошо я принимают ответ теперь надо вспомнить где он был отвечали что это физика физический термин и возможно это связано скоростью потому что улитка очень медленно с чем ассоциируется термин с физикой с физикой ага а вы что с физикой что повторяешь да а улитка паскаля что это может быть ну просто ассоциация какая физика что такое улитка паскаля как вы думаете какая ассоциация с этим термином физика физика да что-то с физикой биологии окей так надо надо думать сейчас просто утро друзья я сова у меня есть отмазка давайте соберите давай давай про айти про про этом городе нет ни одного жалоба как роли саватеева возможно улитка паскаля это фамилия улитки знаешь типа иванов у него дают фамилию улитки тоже ваш фамилия есть друзья у вас звучал правильный вариант у нас звучал правильный вариант это язык программирует стопудово в школе блин даже я знаю проходил в восьмом каком-то классе нас учили писать на паскале ну хорошо это что-то из программирования я принимаю этот вариант язык программирования звучит как язык программирования почему мы не можем угадать популярный ответ скажи нет опасно есть одна версия но я скажу улитка паскаля улитка паскаля я иду такой глупый глупый да ничего не знаю мне спрашивают что такое улитка паскаля еще раз муха ромензона не знаю червяк там какой-нибудь даниэля вот я не знаю да там кто еще может быть по первому варианту могу сказать что он интеллектуально достаточно ответ но просто спутали на что может быть похоже вот эта кривая то есть на первом месте оказался ответ ну арбат интеллектуалы ходят прогуливаются совершает променад улитка паскаля нам сказали что первый ответ интеллектуальный то есть возможно он опирается но он ошибочный я когда услышал про улитку паскаля начал вспоминать что это подумал а это же так штука которая строится как окружность потом еще полокружность потом еще полокружность и она так завивается я просто в википедию полез вспомнил после на то есть вы тоже не знали смесь я знал на мехмате на 30 лет назад ну слава богу теперь уже не таким тупым себя чувствую не этот знать знаешь там как миллион терминов то есть как только я прошел определение естественно все вспомнил еще 10 не открытый он больше связан с такими людьми творческими какими-то первые варианты я думаю тут больше техническое что-то здесь творческое ну ладно может быть это знаешь что прибор которым он вот что-то делал вот прямо его вот собственный прибор не знают 2 гвозди до молоток черпак до черпак паскаля до молоток паскаля есть улитка паскаля может какой-нибудь да вот что-то вроде шуруповерта вот он выдумал какой-нибудь механизм там выдергивание гвоздей гвоздодер паскаля назвал улиткой вот что-то такое приходит в голову что это прибор прибор либо технический либо домашний но я просто могу сказать прибор который забрал паскаля прибор который забрал паскаля ну или инструмент инструмент прибор да вот что-то такое хорошо вы готовы дать ответ предлагаем прибор или он неверен короче у меня есть версия интеллектуальная пари паскаля пари паскаля если я правильно помню это философская пари предложенная как раз паскалем блэзом паскалем насколько я помню о том что самый знаменитый это болезнь если бог есть то нужно в него верить это выгодно потому что если не будешь верить тебя покарают там в аду а если бога нет то ты ничего не теряешь если ты веришь в него тогда как если ты не веришь в бога если он есть то тебе кранты доминирующая стратегия поэтому лучше верить в бога какая-то там такая была у него концепция извините если напутал но мне кажется что если первый ответ интеллектуальный но мне просто больше ничего интеллектуального он с техническим должен связаться с техническим тогда нам когда это какая линия спираль может типа такую смотри там было второе что вот за 10 баллов творческая это название картины вот мне кажется вот так если творческая картина это назвали какую-то улитка можно рисовать изи название картины черный квадрат маневич и улитка паскаля друзья мне кажется это что такое творческое творческое искусство да круто молодцы сразу вот взяли два этих самых самых больших так осталось техническое нет теперь это уже пойдет самый популярный никто не угадал а самый популярный вариант ответа мы оставим нашим зрителям вам необходимо угадать в комментариях что же спрятано под этим словом какой ответ был самым популярным и за правильный ответ получите призы с собачкой вот имела когда пишешь имел от собачка улитка паскаля наверное что-то математическое улитка паскаля на самом деле такая кривая в общем берем точку но это окружность любая берем точку на ней и и проводим прямую а вот так прямую проводим и отступаем от окружности в обе стороны на одно и то же расстояние и дальше просто вертим вертим эту прямую сохранением того же самого расстояния обе стороны вот это как я понимаю общее определение литки паскаля ну получается какая-то такая странная странная фигура причем если расстояние меньше чем диаметр окружности то история одна по моему да а если больше то совершенно другая если равно то третья история да но вот значит дальше если я вот так вот тут с какого-то момента внутренняя вот это внутреннее начинает пересекать уже быть дальше окружности вот внешне идет с этой стороны а в какой-то момент внутренние тоже пересекает окружность и переходит сюда а ну и все вместе ну попробуй хочешь попробуй нарисовать что что в результате получится я не рискну я могу сказать некоторое другое определение такое что можно представить себе будто у нас есть вторая окружность такого же радиуса которая касается 1 и мы берем ее радиус выбираем на нем точку выбираем точку давайте возьмем ее прям на границе двух окружностей а потом начинаем прокатывать вторую окружность по 1 без проскальзывания и смотрим куда же попадет наша точка как она будет двигаться и вот если точка находится здесь тут и тут еще и название красиво кардиоида ордила кардио позже на сердечко и будет выглядеть как-то так идет туда и сюда да обратно и сюда да но это частный случай вид к паскале да но так можно любую получить какую другую да 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 ну в общем дальше понятно что мы не будем соревноваться в умении рисовать с интернетом вот но строгое определение именно такое то есть это кривая получающаяся отступлением от окружности на каждый такой прямой линии одно одно и то же фиксированное расстояние обернем второй раунд следующий вопрос все участники готовы да звучал следующим образом какая книга вероятнее всего стоит на полке у математика книга может стоять на полке у математика а как ты думаешь какую книжку любят математики читать да да а какая книга может стоять на полке математика как вы думаете улитка паскаля какая книга может стоять на полке математика как вы думаете который написал паскаль по всей итак начинает команда книжных блогеров взял верхнюю короче у нас есть версия давай предложил пожалуйста учебник математики как учебник математики класса 3 предложил но лучше не уточнить просто учебник математики все верно это самый популярный ответ. Просто книга по математике. Какая книга? Просто книга по математике. Каждая математика такая должна быть. Что-то книжка по математике. Фундаментальная математика. С теоремами, может, какими-нибудь. По математике, да. Наверное. Михаил. ОГЭ какой-нибудь, я не знаю. По математике. Еще у них по математике за третий класс годозаперушки. Нет, только математика. Хорошо, спасибо. Математическое. А какие еще у нас должны быть? Я могу сказать, что у меня стоит. У меня на полке стоит территория Олега Куваева, например, но я не буду предлагать как вариант. Хороший вариант. У меня есть подозрение, что мало кто предположит про математика. Первое утверждение. Я думаю, что половина математиков на полке стоит территория. Второе. Я думаю, что про нас никто не понимает. То мы можем это читать. Математики тонкие натуры, читающие на самом деле. Во-первых, у вас стоит, у меня не стоит. Половина. Отлично. Я и говорил. А вот если взять по знакомым, возможно, они думают, что у нас список психологических заболеваний, какой-нибудь такой. А, то есть какое-нибудь там пособие для того, чтобы не стать психом. О, давай сделаем этот вариант. Отлично. Какое-то пособие, я просто так предложил. Ну, как бы, книга, которая связана с их психическим здоровьем, чтобы оставаться в каких-то рамках. Интересный вариант, но такого ответа не было. Все с психикой в порядке. Короче. Знаешь, что математикам все хорошо с психикой. С точки зрения людей. Я думаю, что есть вариант у меня. Мне кажется, что, ну, во-первых, нужно просто подумать про список самых популярных книг в истории. Самая популярная книга в тираже больше 6 миллиардов, которая продалась, это Библия. Вот. Я думаю, что, во-первых, это угарный ответ, потому что, ну, математик, Библия, почему бы и нет. Совсем уважительно. А, во-вторых, это, ну, когда говорят книга, ну, очень многим приходит в голову Библия, поэтому кто-то точно назвал Библию, мне кажется. Будет респект, если это будет ответ правильный. Прям респект. Согласен? Даем этот вариант. Ну, давай. Пробуем Библию. Библия. Ну что? К сожалению, нет. Сейчас, ну, давай подумаем еще. Давай попробуем угадать, да? Значит, и так. Ну, что-то более техническое. Что может быть у нас на полке? Вот мы математики, что у нас может быть на полке? Гарри Поттер. А можно делать более обобщенное утверждение, чем конкретная книга? Потому что игра в бисер, например, тоже отлично пойдет. Да, тоже отлично. Ну, просто сейчас Гарри Поттер у всех на слуху, да? Даю подсказки, что есть как бы и название книг, есть и авторы, которые были популярны. Ну, да. Тут есть и художественный, и научный вариант. У меня есть еще одна версия. Есть еще и направление. Может, это программирование? Все-таки много математиков задумываются, чем им питаться. Это хорошая мысль, да, но нужно еще тему подумать. Ну, хорошо, нет, художественная литература все-таки. Какая вот самая ассоциируется с математиками художественная литература, да? Нет, давай, слушай, давай скажем, Пелевин. Вот это я думаю, что про математиков могут. Нет, 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 просто. Нет, мы бы не хотим. Можно сказать. Давайте скажем Пелевин. Ну, давайте скажем Пелевин. Пелевин. И это 15. Опа! Дай пять! А как? Адамс Пелевин. Подожди, а Адамс, это Ричард Адамс, обидатель холмов, или что? Тут, к сожалению, не дали, поэтому, возможно, это Дуглас. Пелевин, слушай, а? Мне кажется, это все. Сняли пусто, а, Пелевин, Пелевин. Значит, все-таки они про нас понимают, что мы читаем Пелевина. Одинаково количество набрали. Ну, точно не тайные виды на гору Фудзи. Ну, почему? Одно из худших, наверное, произведений Пелевина. Просто мне сразу вспомнилось про улитку, которая ползет на гору Фудзи. И так у меня ассоциация с золотым сечением. У меня сразу какие-то такие мыслительные процессы запустились. Я не знаю, у меня очень... Ну, Пелевин в целом может стоять. Пелевин? Думаю, да. Я бы, наверное, сказала, что Адамс. Адамс, хорошо. Ну, все в общем-то. Хорошо, спасибо. Короче, стопудо про математиков скажут, что научная фантастика. Потому что они читают это. Сказали, что жанры, направления можно. Мне кажется, это тоже жанры, которые... Может быть, никакая книга стоит. Математика, лыжево-наука учитывая, да? А, никакая. Зачем? А! А! А-а-а! За вами и санеры идут с ничего. Цифры стоят. Давай? Нет, я... Что подарим на день рождения? Один другому говорит, давай подарим ему книгу. А тот отвечает, да нет, у него уже одна есть. Я видел. Я тебе гарантирую, что научная фантастика. Стопудово. Ну ладно, хорошо. Ну давай. Ты угадывай. Насчет научной фантастики, как бы, были варианты, но мы просили точнее сказать. Математики? Да. Да, может, даже и фантастику читают. Фантастику, да. Хорошо. Фантастика, да? Ну да, это интересно. Спасибо. Конкретнее. Слушай, а можно сказать, что-нибудь... Какая книга? Война и мир, что-нибудь типа такого. Что-то самое популярное. Ну вот я думал про войну и мир, но, видишь, Библия так не зашла. Но нам сказали, видишь, нам уже подсказали, что научная фантастика, что-то это. Но попросили уточнить. Есть автор и есть название книги. Есть авторы и название книг. Кто, может быть, Брэдбери, Стругацкий, Майзик Азимов. Ну, не знаю, кто-то известный, стопудово это должно быть. Да, насчет этого авторов уже нет. Это был единственный вариант, самый популярный. Давай в кинем и мир. Нет, подожди. Но что-то из фантастики есть. Правильно я понимаю? То есть просто уточнить надо. Но не авторов. Есть один автор. Да, один остался. То есть есть авторы или нет? Есть один научный автор, можно сказать. Давай просто перебором сейчас. Мы пока не даем ответ, мы пока брейнштормим. Какие авторы известных книг есть ученые? Ученые. Да? Платон. Последнее время давайте. Очень яркая такая личность. Может быть, какой-нибудь Панчин. У него есть. Стивен Хокинг. Стивен Хокинг. Стопудово. Стивен Хокинг. Они сняли наш. Стопудово. Все, все, давайте Хокинг. Да, ну мне кажется, Хокинг. Иначе они его ответят. И стояли уже на ножах, что мы сейчас скажем. Поэтому берите Хокинга, все. Стивен Хокинг. Очень, очень близко, но к сожалению. Да это не то, что ты меня сбил. Это тот, который бога нет. Прости, все, следующее, следующее. Это тот, который бога нет. Очень близко, давайте попробуем разметиться. Сейчас, сейчас мы вспомним. Сейчас мы вспомним. Так, 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 так. Блин, ну Хокинг должен был. Стой, 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 сейчас. Вот это вот там у него это. На это просто приятно смотреть. Блин, как же это было. К рождению. Я не могу придумать фамилию. Так, давай пока подумаем, кто еще может это быть, если они угадают. Ну, да, 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 сейчас. Там бог как иллюзия, вот. Вот, 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 кто автор? Докинс, блин. Вспомнили. Докинс. Нет. Ну, да, да, все, тогда давайте. Так, стоп. У нас больше нет версий. Кто еще ученый? У нас больше нет версий, все. Кто еще ученый, кто пишет книги про науку? Причем такую вот прям, да? Математику занимательную какую-нибудь. Этот наш, который, Воланг, как его, Александр Невзоров. Давайте подумаем, вот вы сказали про занимательную математику. Да, кто-то такого плана есть популярность еще? Математика в манге. Хентая. В комиксах. Вы поняли. Вот они знают, они знают, они ответят. Нам нужно, нам нужно взять этот вопрос, пока, пока... А я просто не знаю. Либо вы, либо мы. Сто процентов. Это известный математик? Есть. Знаем ответ. Все. Либо вы, либо вы. Какой-нибудь там Перельман. Все. Все, давайте. Перельман, потому что это точно, сто процентов. Наверное, да? Да? Нет, подожди. Я не знаю. Подожди, по-моему, у Перельмана есть книга про математики популярная. Все, я не знаю. Дай вам победу, все, берите. Перельман? Да, действительно, они подарили победу. Занимательная физика. Физика? Не важно, там все. Я, естественно, не читал. Физика Перельмана. Окей, в вашу очередь. Ваш ход. То, что вы с детства знаете, это произведение. Я знаю, о чем. А, есть Толкин и есть Хроники Нармит. Одно из двух. Одно из двух. Толкин или Клайф Льюис. То, что читали все, мне кажется, дети или смотрели. Короче, все просто. Say no more. А ты это ешь. Ну, кстати, у Карлсона есть замечательные математические пассажи. Там, например, что перестали ли вы пить коньяк по утрам. Перестал. Говорит этот самый. На любой вопрос, говорит Фрекенбок, можно ответить да или нет. Отвечай. Ты ел эти блины или не ты? Фрекенбок начинает, значит, этот самый, говорит, ну, ты только думаешь, что на любой вопрос можно ответить да или нет. Ответь, пожалуйста, перестала ли ты пить коньяк по утрам? Ну, и Фрекенбок дальше попала вот в эту ловушку логическую, да. Перестала, молодец. Ясток добор не приведет, да. Нет, не перестала, да. Ну, блин, завязываю уже, что бухать-то, да. Понятно. Ну, вот, то есть Карлсона, ну, если ты просто начисляешь какие-то баллы за обоснованные, плюс балл. Ну, да, то есть Карлсона мы знаем все, а. Наверное, Карлсон может... Там нет Карлсона, очень хороший вариант. А какая книга может стоять на полке у математика, вероятнее всего, по вашему мнению? Алиса, стране чудес. Супер, спасибо большое. Офигеть. Ну, респект. Слушай, как осенило-то Алиса, Алиса, конечно. Да, Льюис Кайлл просто рандомный. Математик, потому что, поэтому не рандомный. Да, конечно. Блин, какие умные люди на Арбате, я поражаюсь. Да, респект, люди. А второй вариант ответа остается нашим зрителям. Пишите ваши варианты, и мы выберем правильный. Друзья, команда математиков, вот какие книги у вас стоят на полке? Как вас описала аудитория? Ну, значит, что касается книг по математике, это действительно половина книг, это книги по математике. По самым разным разделам, но это понятно, может быть даже больше. Но Перельман, значит, скажем так, у меня он есть, потому что я сам популяризатор, и я как бы с ним перекликаю. Конечно, у меня он есть, но вообще у типичного математика его может и не быть, потому что типичный математик знает все, что написано в книгах Перельмана, ну и не очень понятно, зачем их держать. Думаю, что у многих там математиков есть Перельман на полке. Но вот у меня есть. В первом и третьем варианте люди правы. Алиса в стороне чудес есть у всех поголовно. Перельман, ну вот Перельмана, безусловно, я вычитываю буквально вот Эдуа, потому что я извлекаю как бы какие-то смыслы. Он очень близко со временем все время идет. И он додумывает то, что мы не можем увидеть. Он додумывает, ну мне, честно говоря, в одной организации сказали, что ему из этой организации, да, из нашей главной организации, из конторы, ему просто сливают кучу информации для того, чтобы он на ней работал. Поэтому и возникает вот такое вот... Ту-ду-ду-ду-ду, конспирология. Что еще? Ну, на самом деле, вот я уже сказал, что у меня на полке стоит книга «Территория» Олега Куваева. Я вообще считаю ее самой лучшей книгой, которую я когда-либо читал, ну, по крайней мере, в 20 веке. У нас там Достоевский кроет все. В литературе, на мой взгляд, просто есть один человек, а потом все остальные. Ну, кстати, классика тоже был вариант. Он был пониже, что, да, классику тоже читаю. Да, условно, есть и. Холмс. Все, полное собрание сочинений Конан Дойля про Холмса. Все, все произведения в одном огромном томе мне подарили. Странно, но не было этого варианта, но вполне логично. Это удивительно, да. Холмс, вот, то есть Холмс, я знаю, наизусть всего, вообще все. Просто. И это как бы то, что я тоже поставил. Ну, да, да, вообще-то эта картина, ну, значительно ближе к реальности, чем у Лидка Паскаля. Да, я согласна. Я думаю, вы составляете хорошее впечатление о себе, так. Как портрет. Да, математик вот такой вот. Вот такой у нас математик пошел. Друзья, давайте, книжные блогеры, вот ваши комментарии. Вы себе примерно так представляли или как-то по-другому? Ну, я просто знаком с разными математиками, у меня нет стереотипов, что математики, они буквы не читают, только А, Б, Ц, И, 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 И. Математики обычно очень интеллигентные, глубокие, чувствующие тонко натуры, поэтому читают, я думаю, больше, чем среднестатистический человек и больше, чем многие гуманитарии даже, наверняка. Это реально, да? Я уверен, что на первом месте у большинства математиков стоит научная фантастика. И на самом деле научная фантастика как жанр, вот тот же Илон Маск говорил, что вот в детстве читал, на меня повлияло, теперь я делаю там проекты, которые меняют мир. Очень на многих математиков сильно повлияла научная фантастика из тех, кого я знаю. А так, я уверен, что все-таки, если прям отвечать по факту на этот вопрос, то самой популярной книгой, которая будет стоять на полке математика, будет Библия, потому что это просто самая популярная книга в мире. И по статистике, ну это точно так же, как вот было в книге «Думай, медленно, решай быстро» у Каннемана, были данные эксперимента, что кто чаще встречается, застенчивый библиотекарь или застенчивый сейлс, продавец. И большинство людей отвечают, застенчивый библиотекарь, потому что, ну, ассоциируется библиотекарь с застенчивостью, но на самом деле застенчивых продавцов намного больше, просто потому что продавцов намного больше. Да, это когнитивное искажение, эвристика доступности, по-моему, называется. Для тех, кто очень мало, продавцов очень мало. Вот, 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 точно так же, ну, скорее всего, библия у математиков будет встречаться чаще, чем любая другая книга в среднем, просто потому что их напечатано много миллиардов. Кстати, вот странно, что Стругацкий, Стругацкий прям вот... Мне Стругацкий казалось, что будет... Конечно, есть, конечно, есть у меня на полке, но я их мало читал, это некий мой, ну, как бы, пробел, я его буду ликвидировать со временем, вот, но тем не менее... Я думаю, что у российских математиков Стругацкий будет точно в топе, и Брэдбери. Обязательно, Брэдбери, конечно. Не, вообще, я очень сильно удивлен таким подбором. Я думал, что люди на улице, а не какие-то рандомные вещи, а тут прям вот... Нет, нет. Ну, это Арбат, конечно, но... Ну, не знаю, Арбат, Туриста, в основном, ну, не знаю. Арбат, Туриста, не, ну, в принципе, это срез, это срез, да, ну... Короче, не верьте вот этому, то, что говорят, что люди там тупые, вот, видите, вполне даже очень неумные. Люди, да, кто сам собой занимается, тоже не будет тупым. Да, друзья, давайте теперь подытожим. Какую книгу вы бы поставили на полку к математику? У меня получилось две книги, да, случайно так. Один это Роберт Антона Уилсон, потому что он, не знаю, был математикой, он физик, скорее всего, анархист, жрал кислоту, занимался такими веселыми вещами, квантовой физикой, и он вообще прекрасный мужик, дед. Поставил бы с удовольствием. В квантовой физике без кислоты тяжело разбираться, я думаю. Да, мне кажется, это клево, когда вот, как бы, есть и какое-то более фундаментальное знание, и при этом простор фантазии. То есть эту книгу можно святить не только математикой, но и каждому. Вообще, очень хорошая книжка, обязательно прочитайте. Или выиграйте ее, если вдруг вы очень умны и быстры. И Роман Михайлов, наверное, открытие. Ну, это наш Рома. Да, ну, типа, математики знают, я знаю, как писателя, в первую очередь, как режиссера. Он писал довольно много книг, их тяжело достать, потому что он издается в маленьких издательствах. Но можно, если постараться. И стоит это сделать. Вот «Ягоды» — это сборник его рассказов. Купите его, прочитайте. Так, ну, моя рекомендация математикам. Я думаю, что многие уже читали. Это бестселлер нашего времени. Сложная книга, сразу скажу. Но, блин, ребят, вы умные. Если вы матан читаете, то с этим тоже справитесь. «Начало бесконечности» — Дэвид Дойч. Тоже квантовый физик британский, современный философ. В этой книге, кстати, достаточно много есть математики. Там есть глава про всякие эксперименты с бесконечностью, про отель, в котором бесконечное число номеров. Я думаю, что... Отель Гиберта. Ребята, да, знают всякие разные истории про это. Дэвид Дойч доносит в этой книге одну идею про то, что сейчас мы стоим на пороге экспоненциального роста человеческих знаний. И в самых разных сферах такое новое просвещение, новая эпоха просвещения. И он иллюстрирует свою идею разными концепциями из математики, из квантовой физики, там про мультивселенные, вот вся эта интересная, взрывающая мозг, концептуальная штука там присутствует. Там есть примеры из истории философии, из современной философии, из биологии, из теории эволюции. И он все это очень красиво всплетает. Я когда читал эту книгу, у меня иногда немножко ломался мозг, потому что я все-таки не математик. Но в целом я ощущал, как я прям во время чтения книги становлюсь чуть-чуть умнее. А это, по-моему, лучший показатель того, что книга крутая. Вот, так что начало бесконечности. Есть еще книга, которую бы я советовал всем математикам. Гёдале Шербах. Ее, кстати, написал тоже математик, эксперт по искусственному интеллекту Дуглас Хофштеттер. Но ее сейчас не купить в России, потому что, когда я сделал про нее ролик, на своем канале раскупили все экземпляры, которые были. Посмотрите ролик. Гёдель Эшербах. Самая, наверное, умная книга, которую я читал. А вот это будет в топ-3 по сложности и интеллектуальности книг, которые я читал. Дэвид Дойч. Всем советую. Вот ее купить можно как раз-таки. А Гёдель Эшербах можно электронную версию. Или на английском. Закажите. Вот. А так читайте книги, друзья, математики или не математики. Тут люди сидят умные, которые подтвердят, что это развивает в том числе ваши математические способности. Потому что вы мыслите out of the box, как говорится. Вне каких-то шаблонных рамок. Вы сможете круче решить какое-то уравнение или доказать теорему. Или что-то сделать еще крутое. Ну а если мы продолжаем тему, у кого что стоит на полках, да, и что должно стоять на полках, то я могу сказать о Лаверде. И на полке у людей книжных, да, просвещенных гуманитариев должна стоять книга, которая называется «Математика для гуманитариев». Поэтому... Книга по математике. Книга по математике у меня появится теперь, да? Поставлю рядом с... Математиков будут на полке книги не по математике, но и у нематематиков появится книга по математике. С этой книги можно начинать изучение. А, это ваша книга? Да. Все, респект. Тогда с удовольствием. Именно так. Итак. Дорогому Грише от автора. Вот так. Эта книжка будет у тебя. И дорогому Саше. А это у тебя. Вот так вот. Вот вам книги для ваших полок. И получается мы сыграли в ничью. Так что, по-моему, отлично результат. Это просто замечательно. Друзья, надеюсь, эти книги, которые выставили наши гости, появятся у вас на полке. Также вы можете их выиграть, если отгадаете варианты ответов, которые мы не успели открыть. Принимайте участие, и мы разыграем книги. Спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и все такое. И лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok